Те, кто собрался сегодня на вебинар, включил свои компьютеры с тем, чтобы онлайн пообщаться по теме Uncaring English, взаимосвязь учебника, рабочей тетради и других компонентов УМК. Этот вопрос достаточно актуален для любого УМК и, в принципе, я планирую рассмотреть взаимосвязь компонентов методического шлейфа с учебником и других, на примере других УМК. Но сегодня мы говорим об учебно-методическом комплекте Rainbow English, который создали Ольга Васильевна Афанасьева, Ирина Владимировна Михеева и Ксения Михайловна Баранова. Перед вами учебники, обложки учебников со 2 по 11 класс. Что сегодня у нас по плану? По плану несколько слов я скажу о позиции УМК в федеральном перечне учебников, потому что, насколько показало последнее время, наделало много шума приказа от 18 мая 2020 года, были звонки из регионов, поэтому я еще раз на это обращу внимание. Далее мы рассмотрим сегодня с вами лингвистические и психологические компоненты содержания учебников УМК Rainbow English. И сегодня мы поговорим об обучении грамматическим и лексическим аспектам английского языка, процесс формирования навыков через систему работы с учебником и через систему работы с компонентами. А на следующей нашей встрече, которая запланирована на 19 июня в это же время, с 16 до 17.00 по Москве, мы с вами уже будем рассматривать и анализировать, каким образом формируются речевые умения, удерживание говорения, чтение письма и какой роль играют компоненты УМК. Мы должны понять, какую позицию снимает каждый компонент учебно-методического комплекта Rainbow English, позицию необходимости присутствия в образовательном процессе или позицию достаточности использования. То есть мы можем либо выбирать, а подключать и использовать его дифференцированно. Конечно, период времени закончился, когда мы с вами работали только по учебнику. Долгое время у нас был очень счастливый период, когда мы работали по учебнику, по рабочим тетрадям, они закупались и родителями, и школами. Сейчас получилась обратная ситуация. Насколько я знаю, компоненты КУМК закупаются родителями достаточно сложные, они не обязаны их покупать, есть целый набор документов по этому вопросу. Но учебник и УМК, и вообще серия, и весь курс создаются с такой целью, что частично образовательный процесс направлен на то, чтобы использовать именно тот или иной компонент. То есть весь образовательный процесс подразумевает использование компонентов. Потому что авторы пишут учебники, к ним создают компоненты и расширяют тот или иной аспект. Мы сегодня посмотрим в УМК Rainbow English, что же все-таки имеет позицию необходимости для подключения в образовательный процесс. Я напоминаю вам линии преемственных УМК Rainbow English, напоминаю о том, что УМК в новом федеральном перечне учебников. Еще раз обратите внимание, что существенных изменений нет и возможность одновременного использования учебников, включенных в федеральный перечень учебников с 2014 по 2019 год, она существует. Поэтому те учебники, которые у вас есть в библиотеках, вы можете использовать и далее. УМК Rainbow English отличает с точки зрения именно компонентов наличием большого количества компонентов. Это и разработки очень многих векторов УМК. Это и лексико-грамматические практикумы, вы видите. Это и рабочие тетради, я здесь с пятого класса поставила обложки, касается начальной школы. Это и контрольные работы, и диагностические работы. И сейчас готовится к выпуску полностью вся линия по подготовке к всероссийским проверочным работам. То есть УМК Rainbow English отличает вот такой достаточно широкий, мощный, интересный методический шлейф. Конечно, я уверена, что учителя, которые работают по этому учебнику, заинтересованы, видят такое богатство, заинтересованы в том, чтобы использовать, конечно. Но при условиях лимитированности, еще раз обращаем внимание на то, что мы должны определить первостепенность каждого компонента, насколько он именно необходим для реализации задачи образовательного процесса. Сегодня мы с вами будем рассматривать компоненты практикумы рабочей тетради. Диагностика и контрольные работы, я считаю, они всегда должны присутствовать, по крайней мере, учителя с диагностикой, насколько это возможно, с детьми или обсудить это с родителями, чтобы они могли провести диагностику с ребенком. Или вы могли продиагностировать перед контрольными работами уровень владения теми или иными речевыми умениями, уровень сформированности навыков и контрольные работы в том числе. Я считаю, что эти компоненты должны быть обязательно в образовательном процессе. Мы уже, и кто не первый раз встречается на вебинарах, я говорила о том, что у нас есть проблема, прежде всего, несовпадения лексики в различных курсах. И мы не выделяем с вами, не можем выделить прям очень четко базовые, базовые составляющие лексики, несовпадения сроков прохождения того или иного грамматического материала. И отсюда контроль, он будет валидным, он будет действительно показывать вам реальную ситуацию только тогда, когда мы имеем контроль именно к этому ОМК, к этому учебнику. Я сейчас не буду говорить о проблемах, связанных с общероссийским форматом, мы об этом немного затрагивали этот вопрос по подготовке к ВПР летом, можете посмотреть эти вебинары. Да, проблематика есть, но когда мы обучаем, то есть есть золотое правило методики, чему мы учим, то мы и контролируем. В данном случае, если у вас есть этот ОМК, в руках учебник, то у вас должна быть и контроль именно из этого ОМК. Вы можете для такой диагностики посмотреть какие-то другие тесты, возможно взять демоверсии, там всероссийских проверочных работ, если у вас класс, например, к 7. И тогда это будет показатель того, насколько ваш ОМК соответствует общероссийским требованиям, потому что так или иначе у каждого ОМК есть свое такое направление содержательное, и в этом проблема в целом у нас сейчас. Перед вами на слайде письмо, которое было направлено руководством, которое отмечает то, что все учебники издательства Здрафа и издательского центра Винтанграф сохраняют свои позиции в федеральном перечне учебников, которые утверждены приказом Министерства просвещения 28 декабря 2017 года, 345. И изменение, прочтите внимание, письма, изменение, что ряд учебников был исключен приказами просвещения от 18 мая в избежание дублирования. Эти ранние актуальные версии этих учебников были утверждены приказом от 22 ноября и являются включенными в действующий федеральный перечень учебников. Это произошло, вот такой дисбаланс понимания произошел по многим учебникам, о многих предметных областях, нам звонили и регионы, уточняли. Поэтому я сейчас вот на слайде это письмо у вас разместила, но самое главное разместила, что касается Rainbow English, чтобы было видно, что да, этот учебник и старшая школа, пример я вам привела, началки основной, и старшая школа, и основная школа, и начальная школа, все они включены в федеральный перечень, никаких исключений нет, это исключение происходит через дублирование. Итак, учебник в федеральном перечне со 2 по 11 класс, и поэтому мы с вами достаточно четко должны уметь анализировать такого плана учебники, тем более, если вы по ним работаете. И первое, о чем надо задуматься, когда мы изучаем тот или иной учебник, это все-таки о методе, который лежит в основе. На серии моих вебинаров о владении речевой деятельностью этот слайд уже присутствовал, я вам показывала, что все богатство методов, которые заявлены авторами и используемые в УНК, которые лежат в основе УНК, фактически можно свести вот к двум направлениям. Либо обучение идет на широкой основе, то есть у нас есть широкая речевая ситуация, и внутри нее, естественно, заложен определенный материал, который необходим для усвоения, для обладения им. А затем объем материала сужается, и мы выходим на фокусировку, то есть сначала идет речевая ситуация, мы работаем в широком речевом поле, затем постепенно выводится правило, то есть именно выведение правила из контекста. Ряд учебников построены на методе абсолютно противоположном, когда идет отработка основных навыков и умений на небольшом объеме и с постепенным его увеличением. Вот такой метод стоит в основе, лежит в основе учебно-методического комплекта Rainbow English, и это очень привлекательно. Более того, перед авторами стояла задача создать именно базовый учебник, базовый учебник для обычной школы. Потому что очень часто мы критикуем учебники, не совсем понимая, какая была целевая аудитория. Кто-то считает его очень простым, очень легким для каких-то классов, кто-то считает идеальным, но у каждого учебника своя аудитория. И вот задача для авторов стояла именно так, написать самый обычный, простой, простой, доступный, в хорошем смысле этого слова, учебник для обычной общеобразовательной школы. И авторы, я считаю, блестяще решили эту задачу. И тогда, когда мы создаем курс абсолютно базовый, мы вряд ли пойдем от широкой основы. Потому что дети, в большинстве с вами, если мы говорим об отобранных детях, тогда да, они способны в широком лингвистическом речевом поле работать. Если дети, у которых лингвистические способности не столь сильны, то, конечно, им надо материал очень четко дозировать. И поэтому отработка основных навыков и умений, как выбрал этот авторский коллектив, происходит сначала на небольшом объеме, с постепенным его увеличением. Когда мы говорим об обучении и об образовательном процессе, тоже в своих вебинарах по овладению речевой деятельности, я с вами рассуждала о лингвистическом и психологическом компонентах содержания. Во-первых, вы видите, в центре все равно, хотим мы, не хотим, но у нас в основе, ядром является система языка. Система языка лежит в основе формирования навыков. Навыков лексический, грамматический, фонетический навык. И уже далее, собственно, навык пронизывает речевые умения. Мы имеем и рецептивные лексические навыки, и продуктивные лексические навыки, когда мы рецептивно воспринимаем слова и понимаем их, когда мы производим, создаем речь, продуктники речевой. И у нас, как вы прекрасно знаете, четыре вида речевых умений, аудиовое говорение, чтение письма. И вся эта система, насколько она эта схема показала, вся эта система взаимосвязана, интегрирована и пронизывает друг друга все компоненты. Нельзя говорить, что отдельная система языка, отдельные речевые умения, отдельные где-то там навыки, это все вкупе. Навыки формируются на базе системы, навыки пронизывают речевые умения, и речевые умения – это то, собственно, к чему мы должны прийти, как результат образовательного процесса. И если мы говорим о лингвистическом компоненте, то мы больше относим по системе языка, и анализируем материал по видам речевой деятельности. А психологический компонент – это как раз процесс формирования навыков и речевых умений. Ну, несколько иная тема, но, тем не менее, сегодня мы должны еще раз об этом сказать. Далее, следующий важный момент, прежде чем мы начнем с вами анализировать примеры из учебника и компонентов, у МКР Инбулл Инглэш – это этап освоения материала, формирования навыков и умений. Ничего нового я для вас не открываю, но, тем не менее, надо очень четко, когда мы анализируем учебник, и анализируем возможность встраивания компонента частично, либо полностью образовательный процесс, нам надо понимать, в какой этап попадает этот материал. То есть у нас три четка этапа – поведение, тренировка, контрольная для речевая практика. Сейчас, конечно, основным видом контроля должна быть именно речевая практика и речевая умения в области говорения и письма, письменной речи. Поэтому либо мы расширяем этап тренировки с помощью компонентов, либо мы расширяем этап контроля. Конечно, реже практически не бывает того, чтобы компонент работал на введение материала. Введение материала – это все-таки отдано нам откуп учебнику. А вот блоки тренировка и контроль, они по-разному могут быть представлены в компонентах ОМК. Речевые умения, которые мы будем разбирать с вами на следующем вебинаре 19 июня, умение говорить, умение читать, умение слушать, умение писать. Значит, я еще раз обращаю ваше внимание, у нас есть три таких мощных блока. Первый – блок диагностики и контроля, который мы сегодня не трогаем, потому что я глубоко уверена, что этот блок обязательно должен присутствовать в образовательном процессе, должен быть контрольный именно к ОМК, по которому учатся учащиеся, чтобы контроль действительно контролировал то, чему обучают. Далее – блок по лингвистике, формирование навыков, освоение. Мы будем рассматривать лексики, грамматики, не будем брать все аспекты. Фонетику, например, для орфографии. И блок по речевым умениям, то, что мы будем рассматривать позже, потому что все вместе не совсем правильно. Итак, ОМК – серия Rainbow English. Формирование навыков владения грамматической стороной речи. Вот перед вами такой пример из учебника третьего класса, часть первая. Вы видите такую поэтапность движения от правила к применению. То есть сначала мы видим на страницах учебника правила. В английском языке есть указательное местоимение – this, that. Очень четко все расписано. То, что ближе, который примерно находится рядом – this, вдали – that. Это этап введения грамматического материала. И как видите, то, что мы говорили о методах, то есть он начинается с очень с узкого контента, конкрет, с конкретного правила. Далее идет тренинг. И я обращаю ваше внимание, что сначала идет тренинг на уровне словосочетания. This book – that book. This pen – that pen. Отрабатывается как фонетическая сторона, потому что она не может отдельно отрабатываться без лексической и грамматической. И отрабатывается именно на уровне словосочетания. Дальше мы переходим с вами на уровень предложения в тренировке. В МК Рейнбл-Инглэш отличается тем, что тренинг в основном выстроен на уровне предложения. Конечно, сейчас все-таки в образовательном процессе больше приветствуется контекст. Но если опять мы говорим про базовую школу и про учебник, который работает на любого ученика среднеобщей образовательной школы, то это может быть вполне приемлемо. То есть вот тренировка не на примере широкого контекста, а на примере отдельных упражнений, где отрабатывается то, что вводилось, в частности указательные местоимения. И дальше выход небольшой, естественно, в соответствии с курсом, в соответствии с уровнем владения странным языком. Вот какие вопросы задает эльф тролли, как тролль на них отвечает. То есть, соответственно, где что находится, да, и употребляется this, либо that. Если метод работает всегда одинаково в коллегике, может быть такое, что грамматика, собственно, каким-то одним методом, да, изучается, а лексика другим. То есть если мы идем от конкретики к более широкому пониманию грамматического явления, либо к более широкому объему, большему объему лексическому, то, соответственно, это идентично, не может быть иначе. Общие лексика и грамматика, они конкретно связаны в языке. То есть определенная грамматическая линия требует определенный лексический материал. Поэтому здесь все, конечно, интегрировано. Вот посмотрите на примере седьмого класса. Я специально взяла основную школу. Каким образом мы работаем над лексикой? Вводится лексический материал. Вы видите слова с переводом, с транскрипцией. То есть, ну, вот от самого, да, в точке начальной. А далее то, чем славятся авторы, и то, что любят многие учителя, работая по учебникам, многие Васильевны Афанасьевны, Владимира Михеевны, когда это слово, и это, конечно, методически большой плюс, когда это слово обрастает вот этими словосочетаниями и даются примеры использования этого слова. То есть введение слова идет от точки самого слова до примеров его использования словосочетаний и предложений. Следующий этап – это этап тренировки. Вы видите, тренировка слов, да, и лексических единец тоже идет на достаточно таком нешироком базовом контенте. Буквально вопрос-ответ, либо which of these words can come together, да, сначала поиграли дальше, what does Grace have to pay for in the shop? И ответом является одно единственное предложение. И контролем, если мы проанализируем вот именно этот юнит и эти степы, и контролем является то, что необходимо правильно сделать вставки и заполнить предложение этими лексическими единицами. Fill in the gaps, complete the sentences with the new words and write them down. То есть данные слова. И дальше мы проверяем, насколько усвоено значение этого слова. Мы с вами сегодня рассмотрим, я посмотрела, у меня вот пятый класс специально к нашему вебинару, рассмотрим, каким же образом мы можем проанализировать сам юнит. Понятно, что он разбит на степы, и это все-таки тоже очень хороший момент, который позволяет дозировать материалы учителю и ученикам принимать. Но, тем не менее, мы посмотрим содержатель. Наверху вы видите Prima Points, я вывела то, что присутствует в целом в этом юните пятого класса. И дальше по степам мы рассматриваем вопросы, каким образом идет нарастание, где этап введения, где этап клининга, где этап контроля, с тем, чтобы понять, на каком этапе мы встраиваем компоненты, и тогда уже сделать вывод о необходимости покупки этих компонентов, приобретения их, используемых в образовательном процессе. Красными вверху стрелками я обвела то, о чем мы сегодня только возьмем часть юнита. Мы будем брать прилагательные, Future Simple Revision, Present Simple, Past Simple. Все поступать на часть степов. Мы анализируем, каким образом вводится материал. Иногда, раскрывая учебники, учителя видят, как перед вами в центре упражнения 2, такой достаточно большой текст, который наполнен глаголами в прошедшем времени, то есть повествование идет в прошедшем времени. Этот текст работает как текст для чтения, потому что вы видите, путать с пациентом и на logical order. И после этого текста мы выходим на правила. Есть правильные глаголы, есть неправильные глаголы. Вы видите, перед вами правее нота Бена. Так вот, здесь в данном случае надо понимать, что вот этот текст – это не то широкое речевое поле, которое вводит в правильные глаголы. Потому что я вам специально подчеркнула, в первом, допустим, A, мы видим один там глагол decided, правильный, и дальше эта мини-часть, вот эта часть самого текста, она в основном наполнена, как вы видите, глаголами was, were, то есть, was, were decided. Если вы посмотрите ноты Бена, то там достаточно широкий спектр представленных глаголов неправильных, которые даны в начальной форме и во второй, которые используются по simple. То есть смысл в том, что этот текст не вводит в материал правила. Этот текст является, так как по simple уже и ранее изучался до пятого класса, является неким активизирующим, но если хотите, warm-up ситуацией для работы с материалом дальше. И упражнение первое, посмотрите слева от вас, listen and say, what to the bag of the rest of the morning, на такой вот matching очень простой, тоже является такой некой актуализацией по simple, потому что здесь представлены правильные глаголы, вы видите, да, а в тексте представлены правильные и неправильные. И вот такой некий подогрев интереса учащихся приводит нас к изучению по simple и к неправильным глаголам, и как они используются в прошедшем времени. Но введение материала идет опять от точки этого глагола, то есть вводится глагол, его вторая форма, которая используется в simple, она заучивается. Дальше, посмотрите, мы переходим на этап тренинга. Listen to what the children did after school, read the sentences. Здесь пример, когда мы читаем и слушаем. Мы будем говорить с вами на следующем занятии об аудировании, и мы должны различать, когда то, что предъявляется на слух, является помощью для освоения, допустим, как здесь, грамматического материала, или то, что предъявляется на слух, является, собственно, целевым аудированием. Здесь не аудирование, хотя значок есть. Здесь именно усвоение, вторую форму усвоения того материала, который был дан в правиле, нота, бена. Вы видите глаголы went, had, как они работают, да, took, ran. Функционально представлены эти глаголы, то есть предложения с ними составлены. И мы слушаем, мы повторяем и читаем. То есть это идет первое рецептивное усвоение через чтение и через слушание. Дальше очень простые задания, опять базовые. Look at the pictures and see where the children went last Thursday. Вы прекрасно понимаете, что здесь меняются только участники. Lizzie went, там, да, Рон went, Бетти went, Рой went. И за счет этого тренируется и навык, грамматический навык, формируется очень хорошо за счет автоматизированности, за счет повторения и за счет минимального изменения. То есть везде действует один глагол. Здесь went, дальше вы видите met, потом ran, потом had. И мы меняем только действующих лиц. И меняем, допустим, как последний, what the children had for lunch. И это домой на картинке и подписано. То есть навык употребления неправильных глаголов, вот этого грамматического явления, формируется на базовом материале. Далее мы переходим к другому типу упражнений, когда идет выбор. Complete the sentences and speak about your weekend. То есть, с одной стороны, здесь предложение разбито. У нас там есть первый по седьмой, и дальше есть. Я просто для слайда выбрала, чтобы более-менее читабельна была часть. Но если вы посмотрите столбик вот из начала, вы увидите, что по сути это рассказ. И мы выбираем тоже, опять проверяем понимание. I went to talk, I had lunch, как вариант, где у меня был lunch, что было на lunch, дальше что произошло. Либо я куда-то пошел с своими родителями, либо маме помогала, либо встретил своих друзей. То есть, в отличие от того задания, которое было до этого, это задание подразумевает некую вариативность. То есть, выбор, хотя все перед глазами, но тем не менее, выбор. И это уже движение в речь. Потому что один ребенок на lunch, у него был суп, у другого рыба, у третьего там мясо. И вы видите, многоточие, четвертого салат. То есть, для тех детей, которые посильнее, подразумевает, что, пожалуйста, они могут взять не только слова, которые здесь представлены, но и выбрать из имеющегося у них вокабуляра. И после этого тренинга мы выходим на речевую практику, на контроль, который представлен как устная речь. Вы видите, задание speak about your weekend и фактически план. И у нас есть, что хорошо, несомненно, здесь план для монологического высказывания. И план, как вы видите, буквы B, working, Piers, talk about your weekend. И план для диалога. То есть, вот этот путь пройден. От введения неправильного глагола до его восприятия устно и через текст. От тренинга буквально, когда мы этот глагол тренируем на узком речевом поле, до его тренинга в расширенном речевом поле и к выходу непосредственно на контроль, уже в устную речь. Далее в этом юнити, так как мы с вами определенные grammar points выделили, идет работа с going to. Идет calling is going to do, you are going to do. Небольшой тренинг, match the questions with answers, внутри которых вы видите вопросы, to be going to. И что предлагает учебник, write five sentences about what you are going to do tomorrow. Исходя из того, что было пройдено на страницах учебника. Кроме того, в степе четвертом мы видим возвращение опять к этой конструкции to be going to. И степ четвертый посвящен новой партии глаголов справа от вас. В прошедшее время неправильных глаголов данных список. Опять подключено аудирование. И, соответственно, опять новый виток. Так же, как мы работали с первой группой неправильных глаголов, учебник предлагает работать со второй группой неправильных глаголов. Этот материал является основным. Что касается материала to be going to, он является все-таки больше вспомогательным в этом юнити. Вы видите, простой тренинг опять, потому что мы повторяем предложение за диктором. Вы видите дальше задание номер пять. Look at the pictures and say when the girls' classes began. Опять работает один глагол. Повторяется время и меняются главные лица. И на контроль выходит достаточно простой контроль. Составит два предложения. Утвердительное и отрицательное. Что делал, что не делал. И этот контроль призван проверить понимание разницы, когда мы употребляем начальную форму, первую форму неправильных глаголов, когда вторую. Вот так эти страницы представлены в учебнике. Теперь давайте посмотрим, что же нам дает рабочая тетрадь. Тот же юнит, пятый класс. Страница рабочей тетради. Я думаю, узнаваемые вами, кто работает. Я надеюсь, что больше учителей, наверное, те, кто работают по Rainbow English. Значит, рабочая тетрадь, пятый класс. Тот же модуль. Блок Use of English. Потому что мы с вами работаем сегодня. Смотрим, как он работает на древней лингвистике. Посмотрите, что является большим плюсом здесь, в рабочей тетради, с точки зрения лингвистических заданий. То, что рабочая тетрадь, Use of English, дает контекст. В учебнике, в основном, весь тренинг, который я вам вывела на экран, постаралась все упражнения вывести, он идет на уровне предложения. А вот рабочая тетрадь дает уже нам контекст. То, что сейчас очень актуально, потому что все ВПРы и мониторинги, и ЕГЭОГ проверяют владение лексикой, и владение грамматическим материалом на уровне контекста. Посмотрите, упражнение 14.3 – мини-контекст, а упражнение 15, собственно, представляет из себя прям такой вот мини-текст. Надо поставить прошедшее время, но тем не менее эти глаголы запаяны в этот текст. Далее, что предлагает рабочая тетрадь? Нам предлагает сравнить present simple и past simple. И, соответственно, выбрать те формы, которые возможно использовать. И здесь расширение идет с точки зрения приобретения навыкам такого свойства, как устойчивость и гибкость. То есть в учебнике мы имели в основном задание, направленное на past simple, и надо поставить пол в прошедшее время, взять неправильный глагол и так далее. Рабочая тетрадь, то есть мы добивались автоматизации. А рабочая тетрадь, если посмотреть на вот эти задания, она перед нами ставит задачу выбрать не только глагол, не только поставить, там нужно вторую форму, но и подумать, какое же время будет использоваться либо present simple, либо past simple, и как будет выглядеть глагол в present simple, в предложении и в past simple. Здесь тренинг идет на уровне предложений, но задание усложняется с точки зрения именно процесса формирования навыков. То есть когда автоматизация идет достаточно быстро, дети набивают руку и по образцу, собственно, они делают предложения, подставляют вторую форму и так далее. Но навык сформирован тогда, когда он в широком поле грамматических явлений, собственно, действует безошибочно. И когда ребенок в предложениях, которые составлены в разных временах, именно правильно ставят глагол в нужную форму. Тогда мы говорим об устойчивости и гибкости навыка. Что еще важно, по крайней мере методическим, учитывать в рабочей тетради «Конкаринбл ингриш». Вы видите на слайде, что контроль расширен, расширен контроль заданиями в рабочей тетради. И если фактически у нас с вами на «to be going to» было небольшое задание на подстановку в предложении в учебнике, то в рабочей тетради это грамматическое явление «to be going to» выведено именно на контроль говорения устно. «Choose one of the items and see how you are going to spend the coming weekend». Даны опоры, данные словосочетания, но самое главное, что контроль, который урезан в учебнике, достаточно широко представлен в рабочей тетради. И несмотря на то, что в учебнике есть задание на устную речь, так как ты провел свой выходной, то в рабочей тетради еще и используя, на контроль, собственно, используя неправильных глаголов, в рабочей тетради мы видим тоже задание, обратите внимание, что здесь и правильные, и неправильные глаголы, то есть расширенный такой контроль. «See what your holidays were like», «Speak about», есть план, и опять необходимо актуализировать материал, который дан в учебнике в различных степах. Посмотрите, пожалуйста, следующее, значит, мы с вами разбираем следующий слайд. И я обращаю ваше внимание на то, что в рабочей тетради есть не только система тренинга, но и есть система, хорошо пациентная система контроля. Вот «Speaking» мы уже разобрали, теперь посмотрите «Writing». Фактически заданий на письменную речь в учебнике нет, чтобы она контролировала употребление тех неправильных глаголов, которые изучаются на страницах учебника. А вот в рабочей тетради это задание есть. «Write an email to your pen friend and tell him he or and write about the weather in your hometown, answer the questions and write eight-ten sentences about your last Sunday». Где-то с опорой, где-то нет, но вы видите, три задания, три на письменную речь дают нам рабочая тетрадь и дают возможность провести вот этот контроль письменной речи, тот, который в учебнике отсутствует. Не потому что авторы забыли про него, а потому что, конечно, очень сложно, особенно когда мы обучаем речи, в учебник вместить всё-всё-всё. То есть рабочая тетрадь, на мой взгляд, очень ценна, как итог я бы подвела тем, что навык лексический и грамматический приобретают свойства устойчивости и гибкости, потому что есть упражнения, которые дают в задании разные формы, например, глагольные, что касается наших примеров. Второе. В рабочей тетради есть задания, внутри которых грамматика проверяется контекстно, это очень важно. И в рабочей тетради, как мы увидели, блок контроля серьёзно расширен, и у нас есть как дополнение к контролю через устную речь, так и контроль письменной речи. Теперь посмотрим практику. Тот же пятый класс, тот же юнит, потому что для того, чтобы понять, нужен компонент или нет, надо именно обязательно на одном юните несколько степов взять грамматику отдельно, взять лексику, и посмотреть все компоненты. Вот то, что мы сейчас с вами делаем сегодня. Итак, практику. Вы видите серию упражнений, вот с первого фактически по седьмое, где у нас идёт нарастание сложности. Сначала просто поставить прошедшее время, затем опять навык орфографический по написанию этого слова. Далее вы видите, уже первая и вторая формы работают опять дельно. В следующем задании «to be going to» работает, но больше рецептивно, потому что надо поставить глагол. Задание, естественно, объёмнее. Я просто обрезала, чтобы нам как-то на одном слайде было понятнее, как идёт развитие сюжета. Далее начинаем задавать вопросы уже в Present Simple. И как итог мы заполняем вот такую табличку, где у нас есть перевод, present и past и разные формы глагола. И уже после итога мы начинаем двигаться дальше. Упражнение седьмое. Тогда должны мы выбрать либо Present Simple, либо Past Simple. И, соответственно, либо формы глагола, там, Slip, Slip. То есть когда неправильные глаголы работают и со второй, и с первой формой. Также следующее задание. Обратите внимание, в практикуме идут по нарастанию употребления глаголов и правильное построение вопроса. Соответственно, у нас идёт это и в настоящем времени, и в будущем. То есть в Present Simple и в Past Simple. Опять мы выбираем Present или Past. И делаем задание, ставим из нулевой формы глагол в требуемом времени. То есть шло постепенное нарастание. Очень много упражнений. Практикум отличается таким серьёзным тренингом от самых простых до достаточно сложных заданий. И практикум, я считаю, использовать эффективно можно, чтобы работать дифференцированно. Со всем слабым ребятам, кто сложно справляется, возможно, давать больше на автоматизацию, усвоение хотя бы глагольной формы. А кто посильнее, тому давать можно сразу, минуя первую серию упражнений. Они простые, достаточно давать уже следующие типы. И в конце концов мы приходим к заданиям. Чаще всего они начинаются после 10-го упражнения. Упражнения, вы видите, 11, 12, 13. Когда у нас с вами используются именно контексты. То, о чём я сегодня говорила. То есть у нас с вами в контексте необходимо complete the words, complete the sentences. Но, по сути, это представляет из себя контекст. У нас справа данный глагол. Здесь у нас letter. В упражнении 12 joke. В 13 упражнении story. И вот в практикумах вот эти задания на контекст я считаю очень важными. И я бы их не пропускала, потому что контекстных заданий в самом учебнике не так много. Они есть в рабочей тетради и они есть в практикуме. Это то, к чему мы, собственно, приходим, к какому выводу, когда мы анализируем тот или иной компонент. Итак, коллеги, мы сегодня рассмотрели с вами, как происходит формирование лексического и грамматического навыка в учебнике. И что дополняет рабочая тетрадь и практику? В рабочей тетради мы увидели, что она дает задания, которые обеспечивают сформирование лексико-грамматического навыка. То есть не только автоматизация, но и гибкость и прочность, когда это явление вводится в сопоставление, в сравнение с другими грамматическими формами. Тем же самым отличается и практикум. Посмотрите справа. И более того, и рабочая тетрадь, и практикум, они дают материал в контексте. И проверка навыков владения глагольными формами идет через контекст. Это часть материала в рабочей тетради, часть в практикуме. В рабочей тетради там оба задания фактически были в контекстной. В практикум начинает опять движение от простых упражнений по автоматизации и приходит к таким вот контекстным заданиям. Рабочая тетрадь, кроме того, дополняет и расширяет область речевого контроля. То есть мы увидели, что рабочая тетрадь дает нам задания по письменной речи и дополняет задания по устной речи. Поэтому, ну вот как на весах, если положить рабочую тетрадь слева и практикум справа, я считаю, что рабочая тетрадь является первоочередным компонентом после учебника. Потому что он закрывает с собой часть блока практикума и еще, что очень хорошо, дает нам речевой контроль. Практикум я бы советовала иметь, конечно, прежде всего учителю для того, чтобы брать упражнения оттуда и делать вот такую дифференциацию, проверять, и кому требуется, кто, выполняя различные задания, вы видите, не до конца усвоил. Может быть, карточки, может быть, задания отдельно давать, может быть, я не знаю. На лето, в конце концов, и были вопросы, чем детей занять летом. Вот если такое отставание идет в грамматическом аспекте и в лексическом, то практикум здесь обеспечивает именно такой вот хороший тренинг. Вот что касается лингвистических аспектов на сегодня. Я напоминаю, что у нас действует Центр дополнительного образования, курсы повышения квалификации для педагогов на нашем сайте, и вебинары, которые, я вижу, очень активно посещаются, и просмотров много. Ну и перед вами различные ссылки, адреса электронные, где вы можете познакомиться с нашими продуктами. На сегодня все. Мы с вами рассмотрели, как формируется лексический и грамматический навык. В МК Рейнбл-Минглэш используют три основных компонента. Компонент, основной компонент любого МК Учебника, который является обязательным, и к нему практикум рабочая тетрадь. На следующем вебинаре мы продолжим в таком же плане сравнивать связь учебника, рабочей тетради и практикума в области видов речевой деятельности. То есть мы посмотрим отдельно задания на аудирование, на чтение, на говорение, на письмо, и увидим, какой компонент является необходимым. А, собственно, что вполне достаточно и использовано в самом учебнике. Такую систему анализа, я считаю, нужно проводить по-любому. МК, когда мы говорим о компонентах, не просто прийти в класс, сказать, купите, да, и для себя решите. Вот у меня нет компонентов, я не могу вести там руки, и образовательный процесс из-за этого страдает. Несомненно, страдает. Но среди компонентов есть компоненты, которые имеют позицию must-have, а есть компоненты, которые, конечно, на выбор, для дифференциации, для дополнительных заданий, можно использовать, не обязательно вот все скупать. Надо все-таки понимать грамотно, методически, что необходимо и нужно в первую очередь. Мы вижу вопросов, наверное, понятно. По сертификатам, да, без формализма не обойтись, абсолютно согласна. Обращайтесь к коллегам, которые технически обеспечивают наш проведение вебинаров. А с вами, коллеги, до новых встреч. 19-го, если будет интересно, продолжите анализ со мной. ОМК Рэнбоу Инглиш и совокупности компонентов по блоку ведречевой деятельности я вас жду и приглашаю на этот вебинар. Большое спасибо за внимание, что вы в летнее время откликнулись. И при такой активности большой в сети, которую я вижу в вебинарах, о дистанционных обучениях, тем не менее пришли на наш сайт и пришли на встречу, в частности, со мной. Удачи вам, всем приятного вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok